С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Как поживаете? Вас лето устраивает или вам хочется больше зимы? В любом случае, мне кажется, когда тепло и когда хорошие отношения, когда люди расслаблены, это самое лучшее время. Я почему об этом заговорил? Потому что у нас сегодня встреча, которая дает возможность поговорить о взаимоотношении людей, о взаимоотношении народов. В последнее время мы часто видим и в новостях, и вообще какое-то такое ощущение создается, что народы, многие, как бы немного расходятся в стороны. Центробежная сила, не центр стремительная, не объединение нашей земли, а немного как бы людей разобщает религия, людей разобщает порой цели, политические какие-то амбиции. Это разобщает людей. А ведь нас, в общем-то, больше устраивает, чтобы мы объединялись, чтобы люди жили в мире, чтобы мы спокойно могли знать, что наша земля, наши взаимоотношения, будущее наших детей, будущее наших всех людей, которые будут на этой земле, было хорошим, теплым. Вот как летом. Расслаблено, хороший теплый ветер, солнце. Вот такое же отношение между людьми. Сегодня у нас в гостях люди, которые вчера были на выставке. Они же ее создали, они ее организовали, и они вчера ее провели. Выставка, которая, в общем-то, показывает, что искусство может делать многое для сближения людей. У нас в гостях посол Азербайджана в Организации объединенных наций на Кубе, Венесуэле и Ямайке Акшин Мехдеев и президент Ассоциации Азербайджанского землячества Ноберт Евдаев. Здравствуйте, господа. Как вы живете? Вам лето нравится, Акшин? Очень. Вы вообще из Баку, вы азербайджанец. Из теплых краев, поэтому лето для меня родная стихия. Вот сейчас в Нью-Йорке жарко, это то, что вам надо. Да, я себя прекрасно комфортно чувствую. А вот вчера была выставка. Выставка, которая тоже, как бы, такая теплая, хорошая обстановка в Нью-Йорке по отношению к искусству и Азербайджана, и горских евреев. Я правильно говорю? Ну, не совсем, извините. Вы могли бы точно сформулировать, что это было за выставка? Это была не только выставка, это было целое большое мероприятие. Пожалуйста, расскажите. Это был день общины горских евреев, но этот день общины был приворочен к такому событию, чем мы постоянно занимаемся. Это народная дипломатия, которая ведет к сближению культур. Вот эта тема, значит, звучала вчера на этом мероприятии. Народная дипломатия, сближение культур. Да. Акшин, скажите, пожалуйста, народная дипломатия, вам это вот как-то не кажется странной? Вот вы дипломат, вы уже много лет дипломат, вы у нас в гостях в передаче уже второй раз, поэтому я знаю, что у вас уже за плечами более 20 лет, наверное, дипломатической работы. Народная дипломатия, это как-то, это звучит нормально? Я считаю, что это не только звучит нормально, но это, наверное, то, что должно сегодня все более активно проявляться в нашей каждодневной жизни. Значит, постараюсь пояснить. Ну вот, вы совершенно верно сказали, что, к сожалению, на сегодняшний день центробежные тенденции преобладают над центростремительными. Ну вот, если посмотреть на религиозное разнообразие, основные четыре религии, да, то, что мы называем, так сказать, ислам, иудаизм, христианство, буддизм, другие, так сказать. Каждая из этих религий делится на секты, направления и так далее. Потом культура, культура, так сказать, уже шире еще берется, европейская, азиатская, африканская. В этих условиях, понимаете, официальные структуры, скажем, вот, политические органы, государственные органы, наверное, их сил не хватит, чтобы все это свести воедино. Чтобы хотя бы для начала остановить. Сблизить, остановить центробежные тенденции, как-то все это сблизить, я уж не говорю о том, что свести воедино. Вот здесь, конечно, это должны делать сами люди. Вот то, что вчера было мероприятие, оно, кстати, было не просто выставка, там были еще замечательные совершенно литературные чтения. И посвящено это событие было, оно было, так сказать, хоть состоялось день горско-еврейской общины, но оно было в том числе и посвящено и Дню Республики, это наш, так сказать, национальный праздник. И Дню создания государства Израиль, естественно, это национальный государственный праздник государства Израиль. То есть, я считаю, что это был как раз замечательный пример того, как люди должны стремиться сблизиться, сблизить друг друга и снять вот те, так сказать, разногласия, противоречия, которые, к сожалению, все еще имеют место на сегодняшний день в нашем обществе. Ноберт, а вот это то, что сказал посол, это очень интересно, что как бы в один день в одном зале, в одном месте были люди, которые разные, которые каждый находил для себя какой-то свой интерес, свое какое-то участие, свою какую-то заинтересованность, что ли, во всем происходящем. То есть, горские евреи видели, что это день горской общины, общины горских евреев, да? Азербайджанцы видели свои культурные какие-то проявления, это были и художественные. Расскажите, пожалуйста, как вы это видите? Значит, на мой взгляд, очень важно, что и горские евреи, и азербайджанцы, они увидели взаимное проникновение культур, которые существуют в течение очень многих веков, потому что горские евреи жили в Азербайджане, они переняли некоторые, значит, моменты, не только моменты, собственно, традиции некоторые культурные. Скажите, пожалуйста, а что, горские евреи стали забывать об этом? Это надо напоминать? А вообще, вы считаете, это надо напоминать? Нет, они, сохраняя свою культуру, они впитали в себя замечательную культуру азербайджанскую. И таким образом у них произошел вот такой симбиоз вот этих двух культур. Культура очень похожа, музыка очень похожа. Картины, живопись. Картины, живопись очень похожа. И мы таким образом постарались это продемонстрировать. Потому что это взаимное проникновение и такая дружба, она в творчестве выражается. И не только в живописи, но и в литературном творчестве, в поэзии. И это вчера было очень ярко проявлено. Ну хорошо, вот прошла такая вот выставка. Вот мы сейчас говорили с Акшином Мигдеевым о народной дипломатии. Прошла такая выставка, пришел такой вечер, прошло такое чтение, все это прошло. Как вы думаете, это дает какой-то дополнительный толчок взаимоотношения людей, я знаю, контакта, заинтересованности? Как вы считаете? Ну первое, это общение между этими двумя культурами через людей. Или наоборот, взаимоотношение людей через культуру. Так, а кроме этого... То есть это практически один из немногих способов собрать людей на одной площадке? Поводов? Ну да, это один из поводов, да. Один из путей. Но самое главное, мы еще продемонстрировали другим людям, нашим гостям, которые были там, о том, что такое существует. И такое процветает, если этим занимаются. Мы собрали и иудеев, мы собрали мусульман, мы собрали христиан. Там были все. И были представители политические, они тоже увидели эти взаимоотношения. И это то, что сегодня нужно, что требуется. О чем вы сейчас говорили, о центробежных силах и так далее. Акшин, скажите, пожалуйста, ну вот вчерашняя встреча, уже такие встречи были, да? Такие, как бы, вечера общественные. Или это что-то для вас было новое? Вы для себя, вот дипломат с таким большим опытом, с сознанием, как бы, всех дипломатических тонкостей. Вы для себя что-нибудь открываете в таких встречах? Несомненно. Несомненно. Ну, во-первых, так сказать, это не первая такая встреча была. Ну, вы, как совершенно справедливо представили, Нобит Михайлович, он возглавляет ассоциацию АЗЕМ. АЗЕМ проводит очень большую работу. АЗЕМ это ассоциация азербайджанского землячества. АЗЕМ это ассоциация азербайджанского землячества. То есть, кто жил в Азербайджане, кто прибыл из Азербайджана. АЗЕМ в любом случае, так сказать, постоянно, на постоянной основе проводит очень большую работу. АЗЕМ работает в тесном сотрудничестве с другими подобного рода, так сказать, ассоциациями, обществами. И азербайджанскими, и неазербайджанскими. И, как совершенно справедливо, Нобит Михайлович, Вчера присутствовали и, так сказать, бухарские евреи, присутствовали и узбеки. И, как правило, на этих мероприятиях присутствуют представители, так сказать, различных кавказских и этнических обществ. Я считаю, что вот то, что удается собрать всех этих людей вместе, то, что удается вместе поговорить на такую тематику, как общность культуры, близость культуры и прочее, это уже само по себе очень большое дело. — Скажите, пожалуйста, Акшин, вы являетесь послом Азербайджана в Организации Объединенных Наций, это как бы самое важное и главное, но вы являетесь также послом Азербайджана на Кубе, Венесуэле и Ямайка, правильно я говорю? — Совершенно верно. — То есть у вас чуть ли не полземного шара. — Ну, чуть меньше. — Да. Скажите, вот то, что вы наблюдаете здесь, вот благодаря вот Ассоциации Азербайджанского землячества и так далее, в других странах, где вы представляете Азербайджан, что-нибудь подобное происходит? — И да, и нет. Значит, ну, во-первых, я должен вам сказать, что посольства Азербайджана на Кубе, Венесуэле и на Ямайке открылись впервые. До сих пор, так сказать, там таких посольств не было, поэтому, что называется, в политическом, дипломатическом смысле, это для нас была целина, непаханная целина. — Да. Ну, тут надо подходить к каждому конкретному случаю по-своему. Дело в том, что, например, в отношении Кубы в советские времена в Азербайджане училось очень большое число кубинских студентов. Их число исчисляется тысячами. И на сегодняшний день, когда я прибыл, например, на Кубу в качестве посла, эти люди сразу потянулись ко мне. То есть у них сохранилась такая вот общность, как люди, получившие образование в Азербайджане, они достаточно тесно между собой общаются, и поэтому на Кубе было легче работать. У них был определенный, ну, скажем, такой вот вакуум, голод, что ли, в отношении, ностальгия в отношении Азербайджана. Ну, естественно, самые лучшие годы — это студенческие годы, и человек, как правило, их, они у него откладываются надолго. То есть тут мне было работать легко. Что касается Венесуэлы и Ямайки, то для этих стран мы, скажем, что-то совершенно новое. Там надо работать и работать, надо находить точки соприкосновения, надо нести, скажем, в люди информацию о нашей культуре, о нашей самобытности, надо нашим людям нести информацию о венесуэльской, о ямайской культуре и так далее. Здесь, конечно, надо работать. Но, тем не менее, вы совершенно правильно очертили, так сказать, основные направления, что делать это надо, и мы стараемся в этом направлении работать. Да. Нобарт, я знаю, что вы тоже занимаетесь народной дипломатией. Вот вы недавно были в Израиле, да? Да. Вы были недавно в Израиле, в общем-то, это было вот такое мероприятие, оно было посвящено вашему творчеству, правильно? Да. С другой стороны, скажите, в Израиле вообще хорошо знать, что такое горские евреи? Думаю, что хорошо, потому что в Израиле горские евреи обосновались с очень древних времен. Значит, у нас есть эти материалы, мы их публиковали в нашей газете. И, в общем, там община очень сильная и большая. Там живет более 80 тысяч горских евреев. То есть сейчас... Это самая большая. Самая большая община в мире. Горские евреи находятся. Ну вот ваш вечер, ваша встреча. Кстати, давайте мы попросим сейчас показать вот маленький фрагмент, у нас есть из Израиля. Будьте добры, покажите нам этот маленький. Вы можете комментировать, вот небольшой фрагмент. Это была выставка, это что за книги? Это не выставка, это была творческая моя встреча, и они хорошо подготовились к ней. Сделали вот такой расклад, как обычно говорили, расклад всех изданий, которые, значит, они создают у себя там в Израиле. Всех горских еврейских поэтов, всех госпиталей. Да, то есть это не было только ваше, на столе вот эти вся публикации, это нет? На столе нет, 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 нет. Это было представлено творчество всех горских евреев. Да, всех горских евреев творчество было представлено. И там, значит, присутствовали эти авторы, присутствовали, ну, лидеры, значит, этой общины. И, в общем, была очень приятная обстановка. Это руководитель подобной организации, как у нас АЗМ, а там АЗИС, тоже существует, Азербайджан, Израиль. Ага. Ассоциация, как я вам скажу, в Израиле. В Израиле, да, там тоже существует, очень сильная организация, они крепят связи. И, в общем, тут тоже представители Азербайджан. Ну, вот ваш вечер, который там проходил, с другой стороны, он как бы, как вы считаете, он дал что-нибудь в плане народной дипломатии? Это тоже работает? Конечно, потому что большое количество, как я уже сказал, посетителей, то есть, ну, участников этого вечера были азербайджанцы. Это, опять-таки, сближение, это, опять-таки, обмен информацией, мнениями и, собственно, подкрепление дружбы, которая существует. Надо собираться вместе когда-то. Это один из поводов собраться вместе. Но, вы знаете, вот у меня, как бы, маленький коварный вопрос. Да, пожалуйста. Вот, если мы берем выходцев из России, евреев из Российской Федерации, с Украины, порой звучат такие слова, что люди, которые тянутся к России, евреи, к Украине, это, это, как бы, часть еврейства, которое, может быть, даже чуть ли не шпионы, или, как скажем так, как колонна, пятая колонна, которая не очень хорошо относится к той стране, в которой они проживают, в данном случае, в Америке. Скажите, пожалуйста, а вот среди горских евреев, выходцев из Азербайджана, существует вот такое какое-то, ну, разномнение, скажем так, что есть какая-то часть, выходцев из Азербайджана, которые считают, что, как в анекдоте, умерла, так умерла, уехал, так уехал. Все. Отнюдь нет. По той причине, потому что евреи, выехавшие из Азербайджана по многим разным причинам, они не перестали любить эту страну. Евреи, выехавшие из России, это хорошая ностальгия, потому что евреев не преследовали в Азербайджане. Евреям предоставляли все возможности для того, чтобы раскрыть свое творчество, для того, чтобы участвовать в политической жизни. То есть у меня очень много до сих пор сохранилось друзей, которые работали и в телеграфных агентствах, и в журналистике были, и в политической элите, и в ЦК Компартии Азербайджана. Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана долгое время был некий Агарунов, горский еврей. В городском комитете работали, значит, тоже горские евреи. То есть, скажем так, зла горский еврей по отношению Азербайджана не питает? Никакого не питает. Хорошо, тогда Акшин Мехдиев, посол Азербайджана в Организации Обменных Наций, скажите, пожалуйста, Акшин, теперь мы повернем как бы ситуацию наоборот. Это рассказывал нам представитель горских евреев. Да, у них на ностальгия. А вот какой интерес у Азербайджана по отношению к тех, кто уехал? И это вы рассматриваете как ваших помощников на новой территории? Или у вас тоже какие-то просто... У вас же нет ностальгии по этим людям? Или у вас тоже есть ностальгия? Конечно, есть. Как? Есть, причем очень сильная ностальгия. Ну, во-первых, начнем с того, что у нас на сегодняшний день в Азербайджане существует достаточно большая горско-еврейская община. Люди, которые живут, у них, кстати, имеется поселок Красная Слобода, это примерно 150-200 километров от Баку на север, компактной массой живут, по-моему, достаточно комфортно себя чувствуют и достаточно, скажем так, тесно сотрудничают, живут, взаимодействуют с Азербайджанами. В Азербайджане живут от Баку, они там поселились так далеко от Баку? Больше вообще, азербайджанцы, не азербайджанцы. Я учился в шестой школе, это... То, что совершенно между... Ведь дети, они очень наблюдательные и они порой, ну, скажем так, агрессивно иногда ведут себя по отношению к не такому, как он. Вы не помните о том, что были какие-то дети, которых задевали, потому что они... Ни одного случая. ...евреи, армяне, там еще... Ни одного случая. Ни одного случая. Вот я за свои... А вы чувствовали такое когда-нибудь? Никогда, потому что, понимаете, там не было такого понятия, кто ты. Не было понятия. Никто не интересовался. Как-то очень странно. Такое ощущение, что вы жили в другой стране. Я жил в одной стране, а вы жили в другой стране. Дело в том, что я в Москве прожил еще 33 года, и я знал, что какую... значит, какая разница между этими двумя странами. Я попал из страны, где, ну, процветала вся эта дружба и взаимоотношения, и попал в страну, где преследовали евреев. Декларировалось, но преследовали. Так вот, Акшин, мы говорили о том, что какой же ностальгический элемент есть по отношению к тем людям, которые уехали у вас? Знаете, евреи всегда играли очень активную роль в нашей общественной, политической, социальной жизни. Ну, ностальгия, вы знаете, люди же уехали в поисках лучшей жизни, покидали евреи Азербайджан в основном по причинам экономическим. То есть, я с полным пониманием к этому отношусь, поэтому в этом смысле говорить о какой-то ностальгии, если они устроились лучше, я только могу этому радоваться. Но то, что сегодня я вижу в Нью-Йорке, например, вы знаете, меня успокаивает это. Я активно общаюсь с общиной горской еврейской в Нью-Йорке азербайджанской, я активно общаюсь с евреями негорскими из Азербайджана выходцами. И вот, как совершенно справедливо Новик Михайлович отметил, я не чувствую, что эти люди как-то оторвались от Азербайджана, ни в коем случае. Наоборот, все, что, когда разговор заходит об Азербайджане, все, что связано с Азербайджаном, с открытой душой, как говорится, со справедливыми объятиями, это, конечно, радует. Ну вот, я смотрю, что в творчестве действительно Ноберта, ну, кроме того, что вы президент Азербайджанского земляничества, Ноберт Евдаев, вы еще и редактор газеты, да, вы еще у нас... Замечательный газеты. Вы могли бы рассказать, кто вы еще? Нет, я не могу так широко распространять. Ну, нет, я знаю, что вы автор прозаических, поэтических книг, я знаю, что вы рисуете, у вас есть картина, то есть вы многогранный человек. И вот есть сборник стихов, у меня есть этот сборник, очень хорошие стихи. «Нашли ли мы себя?» Тут маленькая такая четверостиша, я прочитаю. «В скитаниях, в поисках утраченного дома, вставая, падая, теряя свой язык, и встречный ветер, место у руля, блуждающего вечности фонтана, и каждая удача только миг». Скажите, пожалуйста, вы нашли себя здесь? «Я нахожусь в поиске. Постоянно. Постоянно в поиске. Потому что я себя ищу. И это творчество. Если человек теряет вот это чувство поиска, он не может творить». «Я хочу попросить посла Азербайджана прочитать, я хочу послушать азербайджанский язык. Вы могли бы прочитать, ну, тоже одно четверостише на азербайджанском языке?» «Я с удовольствием это сделаю, но я должен буду поверить, что так красиво продекламировать, как вы, я все равно не смогу». «Ничего, ничего. Посол умеет говорить». «Особым талантом в этом плане я не обладал никогда». «Ну, один, один. Просто послушайте. Вот одна азербайджанская языка». «Кстати, вот, чтобы не говорили, что специально о чем-то готовились и прочее. Первый же стишок называется «Мой Баку». «Бакуны кюрекляры поролдады асфальты, филармонияны бау узаныр ел шеклинда. Хэллымда долашы унудурмуш символар, кежеляры юхума галиллер нау шеклинда». «Прекрасно. Теперь переведите, пожалуйста. Там есть, в том сборнике». «Ну, мы не будем. Мы проявим, как посол знает русский, английский и божанский». «Ну, уж тогда не стихотворный форум». «Нет, нет, конечно. Это было уже через чем, даже для посла». «Брестит асфальт бакинских улиц. Сад филармонии протянулся в виде, так сказать, дороги. В моих смутных воспоминаниях забытые лица приходят ночью в виде, значит, подковы счастья несущего». «Да, да, да. Как вам переводят?» «Я извиняюсь, я…» «Может быть, вообще тогда послушайте, что он еще параллельно, кроме того, что он исполняет на Кубе, в Венецуэле, еще и переводил». «Ну, перевод-то с русского сделан. Так что, да. Понятно». «Это вот один из очень важных моментов, понимаете, отношения азербайджанцев к нам, горским евреям. Они по своей инициативе перевели на азербайджанский язык маристики и издали книжку, понимаете. Это было по решению Союза писателей азербайджанцев. Мы их не просили. Это они сделали сами. Это тоже проявление вот такого отношения к нам». «То есть вот это, как бы, понимание, понимание, что вот такие вот шаги друг другу навстречу, да, они помогают людям сближаться?» «Безусловно». «Это и есть, наверное, народная дипломатия?» «И дают импульс, творческий импульс дают. Мне хочется еще писать. Не хочется еще творить. Скажите, пожалуйста, Ахшин, а вы случайно не пишете?» «Стихи нет, не пишу». «А прозу?» «Так для себя кое-какие записи делаю о пройденном пути своем». «Вы читали книгу Бовина, Александра Бовина, о его дипломатической работе в Израиле, да? Мы были с ним хорошие приятели. И вот он как раз накапливал, накапливал, я уверен, я желаю вам, чтобы, когда, наконец, вы будете иметь время, столько исполнять обязанностей, вы серии написали книгу. Наверное, это будет очень интересно. Мне трудно сказать, насколько это будет интересно. Во всяком случае, я стараюсь искренне отразить в ней то, что было. «Хотя бы несколько слов я бы хотел, наши, не все телезрители помнят первую нашу встречу. Немножко о себе. Значит, вы на дипломатической работе уже несколько десятилетий, скажем так, да?» Я, собственно, на другой работе никогда и не был. Я 19 сентября 1975 года была такая у нас министра иностранных дел Таира Таирова. Она подписала приказ о моем зачислении на дипсульту. Вот с тех пор я и занимаюсь этим делом. Первый язык у меня арабский. В советские времена я работал в нескольких советских посольствах в арабских странах. После того, как Азбаджан восстановил свою независимость, потребность, видимо, была в кадрах. Мне поручили департамент, вновь созданный в Министерстве иностранных дел Азбаджана. Правда, департамент не Ближнего Востока, а занимающийся проблемами Европы, СНГ. Впоследствии в 2001 году покойный президент Гейдар Альич Алиев назначил меня первым поспредом Азбаджана в Совете Европы в Страсбург. Почти 6 лет в Страсбурге, затем вот с 2006 года с осени здесь в Нью-Йорке. Вот так, в двух словах. Да, у вас настолько интересная биография, что по каждому из пунктов, в которые вы работали, у меня уже масса есть вопросов, и было бы хорошо. Поэтому, конечно, мне бы очень хотелось еще и продолжить, и мы будем говорить о народной дипломатии. Но, с другой стороны, вы действительно, вот Совет Европы, значит, а сегодня Европа, как бы, одна из самых таких актуальных тем, которые есть на новостном, как бы, поле. И первое. Второе, значит, вы представляли Азербайджан в арабских странах. Опять же, арабская весна, арабская революция и как ваше видение, как бы, сегодня. Поэтому я немножечко, Норберт, ничего, если мы будем каких-то касаться вопросов и дипломатической, нашего гостя, поскольку не каждый день к нам приходит посол, и тем более с таким интересным и богатым опытом. Поэтому я, у нас еще осталось буквально полминуты, я бы хотел вначале, Ноберт, скажите, пожалуйста, Ноберт, вот вы часто бываете в Баку? Да, часто. Это по долгу службу, или это зов сердца, или это что? Это сочетание этих двух качеств. Потому что, первое, меня тянет туда, у меня действительно ностальгия по Баку, мне хочется видеть, во-первых, своих друзей, мне хочется видеть эти камни, камни городские, вот этих зданий. Ну, вы поэт, понятно. Да, затем мне хочется посетить могилы моих родителей, которые там похоронены. Понятно. Поэтому я бываю в Баку часто. Хорошо. У нас в гостях Акшин Мегдиев, посол Азербайджана в Организации Минных Наций, на Кубе, Венесуэле, Майки, и Ноберт Евдаев, президент Ассоциации Азербайджанского землячества. Сейчас у нас реклама, после чего мы продолжим нашу передачу. Реклама. Изнуряющая летняя жара, холодные осенние дожди. Красавица зима с перепадами атмосферного настроения. Как защитить себя от жизненных и природных бурь? Найти тень знойным летом, согреться зимой. Выбери правильный совет и грамотное лечение. Посели весну в своем сердце. Терапевт Евгения Кармазина. Боль в ногах, отеки, сжения, варикозные вены. Если вы не обратитесь в USA Вейн Клиникс вовремя, то возникнут осложнения. Тромбофлебит, трофические язвы, тромбоэмболия. Не ждите осложнений. USA Вейн Клиникс по всей стране помогли тысячам пациентов. Лечение покрывается медикер и большинством страховок. Звоните 888-816-0614. Ваши ноги в надежных руках. Когда разбил радикулит, Спина ломит, всего знобит. Когда немил весь белый свет и куда так, что ночи нет, и все болит. И тут и там. Каким бежишь ты, докторам? Как? Как? Но? Скинь! Когда ты цел и невредим, Болезнь рассеялась, как дым. Хвала искусству докторов, Ты снова весел и здоров. Кому спасибо говоришь, Каких врачей благодаришь? Кагановский Оушен Медикал Плаза Терапевты Элина и Лазарь Кагановские. Высокий профессионализм, Коллегиальность, Четкость в работе, Индивидуальный подход, А в исключительных случаях возможность собрать консилиум врачей всех специальностей, Таков стиль работы докторов Кагановских. Оушен Медикал Плаза Золотой ключик к вашему здоровью. Простите, с вами все в порядке? Спасибо, все хорошо. Вы уверены? Высокое артериальное давление – это тревожный сигнал, Игнорировать который крайне опасно. Оно может стать причиной инфаркта или инсульта. Деда, что это у тебя мигает? Да ничего особенного. У большинства здоровых взрослых людей Нормальное артериальное давление составляет 120 на 80 и ниже. Дорогой? Да. Когда ты займешься этой проблемой? Не беспокойся об этом. При давлении 140 на 90 и выше, Вы ежедневно травмируете сосуды и увеличиваете нагрузку на сердце. Вот почему вы должны спросить у своего врача про препарат Диаван. Диаван расслабляет и расширяет сосуды, Нормализуя циркуляцию крови, Понижая артериальное давление, Нормализуя уровень артериального давления. Деда, а теперь по-другому горит. Это мой Диаван заработал. Диаван занимает первое место среди рецептурных препаратов своего класса. Беременным и тем, кто может забеременеть, не следует принимать Диаван. Препарат может повредить здоровье плода и даже стать причиной его смерти. Самые серьезные побочные эффекты Диавана – это низкое артериальное давление и проблемы с почками. Диаван начинает действовать с первого дня приема. Спросите у своего врача, подходит ли вам Диаван. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня как бы хорошее слово – народная дипломатия. Не просто дипломатия, а народная. Но все равно без дипломатов даже народную дипломатию сложно делать. У нас в гостях Акшин Мехдиев, посол Азербайджана в Организации Объединенных Наций на Кубе, Венесуэле и Ямайке. И Нобар Тевдаев, президент Ассоциации Азербайджанского землячества, редактор газеты «Горских евреев» и член правления культурного центра, правильно говорю? Да. Общины горских евреев. Общины горских евреев. Скажите, пожалуйста, вот этот культурный центр, он как бы объединяет только культуру горских евреев? А если я вот не горский еврей, я не имею права к вам прийти? Вот для этого мы и создали Азем. Нет, имеет право, все имеют право. Собственно, с этого и началось. Именно культурный центр завязал эти связи, культурный центр создал эти возможности для того, чтобы люди других национальностей вошли в наши коллективы. И таким образом это длится уже очень много лет. То есть вам интересно и что-то другое, помимо культуры горских евреев? Нам интересно общаться с другими общинами. И вы их приглашаете к себе? Да, и их посещаем, и их приглашаем. У нас есть руководитель, очень активный в этом плане. Яков Абрамов. Яков Абрамов, да. Он создал эти связи в свое время. Как давно этот центр существует? Ну, мы... Центр существует очень давно. Но дело в том, что 11 лет тому назад мы стали, значит, создавать вот такой сбор всех этих людей, которые заинтересованы в этом. И назвали Днем Общины. И на этот День Общины мы приглашаем... То есть не мы, а культурный центр приглашает уже из других... То есть как бы День Общины это хороший повод повидать своих друзей, пригласить и обменяться как бы. Пообщаться, да. Понятно. Ну, тогда посол Азербайджанов Организации Минных Наций Акшин Магдиев, скажите вы, пожалуйста, Акшин, а Азербайджан, как он относится к вкладу других культур? Это интересно Азербайджану? Вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день культура Азербайджана это одна из высокоразвитых культур. Я именно говорю не случайно, культура Азербайджана, потому что в эту культуру свой вклад внесли все люди, все представители всех национальностей. То есть все, что мы говорили, что в классе были очень много, и даже не с другой стороны, они каждый нам носили... Дорога с двусторонним движением, совершенно верно, так сказать. То есть эти люди получали то, что им надо от Азербайджана, но каждый из них, и все они вместе вносили очень большой вклад в развитие Азербайджана, в том числе и культурное развитие. То есть в Азербайджане нормально относятся не только к азербайджанскому национальному искусству, но и к искусствам других национализма особенно не наблюдается? Ну, достаточно пройтись по городу Баку, посмотреть на бакинскую архитектуру, вы увидите, что там очень много архитекторов, которые внесли, скажем, бесценный вклад в замечательный облик сегодняшнего Баку. Это представители как раз-таки евреев, поляки, представители русских, украинцев, других, в общем, проживавших в Баку. То есть это слишком обычное явление для Баку. Для нас это в порядке вещей. Именно поэтому мы гордимся тем, что вот наша культура, мы так считаем, что именно поэтому она достигла такого высокого уровня, что она стала, скажем так сказать, впитала в себя как губка. То есть она открыта была для других культур. Понятно. Хорошо, мы сейчас попросим указать на экране номер телефона, по которому вы можете позвонить и участвовать в нашей передаче. Итак, сейчас мы узнаем номер телефона 201-461-1384. Пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. Оно не обязательно должно совпадать с мнением посла или мнением президента Ассоциации Азербайджанского землячества. Высказывайте свое мнение, свои пожелания. Наверняка есть какие-то, может быть, новые идеи, которые бы вы хотели или ваше замечание. Звоните. А скажите, пожалуйста, Акшин, вот мы говорили о вашей дипломатической службе, и хотелось бы просто чуть-чуть, буквально в нескольких моментах. Вы были представителями Азербайджана в Европейском сотрудничестве, да? В Совете Европы. В Совете Европы. В Совете Европы. Вы могли бы немножко сказать, вот Европа и Азербайджан. Вот как бы взаимосвязь или, я не знаю, какие-то проблемы возникающие, или наоборот, вот единение, что-нибудь Европа и Азербайджан. Азербайджан — это часть Кавказа, это Кавказ, это Восток, в общем-то. Рядом с вами прекрасный сосед Иран, прекрасный, я говорю, в кавычках. Вот, то есть вы находитесь как бы в таком месте, что не всегда понятно, насколько вы европейцы и насколько вы восточный народ. И вот как взаимоотношения складываются Азербайджана с европейским сотрудничеством? Да, я понимаю, что вы имеете в виду, но я так бы сказал. Знаете, Азербайджан — это не чистый Восток, Азербайджан — это перекресток культур, перекресток цивилизации. Дело в том, что мы находимся как раз-таки, вот как вы отметили, например, на юге у нас соседы Иран, на севере — Россия, на востоке — Средняя Азия, на западе — Европа. То есть мы в этом смысле и представляем собой как агломерат различных культур и цивилизаций. Но дело в том, что где-то с позапрошлого века, значит, с началом нефтяного бума в Азербайджан потянулись представители многих других, ну, открылись новые рабочие места, так сказать, по целому ряду экономических причин, потянулись представители многих из других регионов, так сказать, потянулись западные нефтяные компании. И вот этот, так сказать, процесс, который и так был достаточно активный, еще более активизировался. То есть еще с давних времен азербайджанские посланцы направлялись в Европу, Европа была представлена в Азербайджане, но с началом нефтяного бума все эти процессы активизировались. На сегодняшний день я могу вам с полной ответственностью сказать, что мы действительно часть Европы, это признает и тот же самый Совет Европы. У нас, так сказать, ведется большая работа по подведению существующей законодательной базы под европейские стандарты. У нас в обыденной жизни очень часто преобладают именно европейские стандарты. Ну, кстати, еще раз приглашаю вас пройтись по улицам Баку, я думаю, вы там получите ответы на многие свои вопросы в этом плане. Да, мне только осталось взять билет и полететь в Баку. А вначале мы поговорим с Исаком, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Исак. Добрый день. Добрый. Добрый день, господин посол и господин Евдеев. Или Евдеев, да? Евдаев. Евдаев, да. Ноберт Евдаев, правильно. Да. Я очень благодарен за вчерашний вечер. Это было что-то особенное. Особенно я хочу поблагодарить господина посла, потому что кроме того, что он был послом, он был один из этих, кто присутствовал на вечере. Настолько его... То есть он был обыкновенным, никто не знал, посол, не посол. А, ну, действенным человеком. Я бы хотел, чтобы это повторялось не только организация за мной, но и другие, которые никак, вы знаете, что никак не могут русская община не в силу ее делать. И чтобы все послы себя так вели, да? Что? Да? Я не понял. Я говорю, и чтобы все послы себя так вели. А если бы все было действительно дипломатиями, то есть дипломатия, нормальная человеческая дипломатия, то есть все понимали друг друга. Спасибо. Хорошо. Исак, большое спасибо за ваш комментарий. Ну вот мы говорим о том, что взаимоотношения людей. Ноберт, скажите, пожалуйста, вы когда приезжаете в какую-то другую страну, новую страну, вы когда собираетесь, вы ищете друзей, вы ищете каких-то общих знакомых, вы ищете людей, с которыми вы общались раньше, там, в связи с творчеством. Ну, где-то вы бываете в разных странах. Просто я хочу, как бы, вот эта вот мысль, народная дипломатия, что мы вкладываем в нее? Только вот такие вот официальные выставки, или это и какие-то личные контакты? Ну, безусловно, контакты личные имеют место. В этом вопросе, потому что если человек занят вопросами искусства, мне тогда интересно с ним говорить, я получаю какую-то информацию в связи с искусством того места, куда я приехал. Он больше, безусловно, знает, и он больше может мне рассказать о чем-то. Если касается литературы, я могу прочитать, конечно, но это уже не связано с личностью. Но каждый творческий человек для меня интересен. И я хочу сказать, что это не касается Азербайджана, потому что в Азербайджане у меня многопрофильные, многоплановые контакты. То есть я понимаю так, что когда вы приезжаете в Баку, вы, к сожалению, должны признаться, что всех увидеть не можете. Ну, теперь, к сожалению, уже становится все меньше и меньше таких людей. Но, правда, я приобретаю новых людей, новых друзей. Но настолько вот об этом сказал господин посол, о том, что культура очень высокая в Азербайджане, и высокая культура музыкальная, высокая культура джазовая, музыкальная классическая, джазовая, культура живописи потрясающая совершенно. Сейчас открыли музей современного искусства в Баку, которому может позавидовать любая европейская страна. Вот то, что вы сейчас говорите, настолько интересно. Вот сейчас, во-первых, Азербайджан — это страна с исламом. Мусульманская. Мусульманская страна. С другой стороны, мы знаем о том, что сегодня проходят революции на Ближнем Востоке, и многие со скепсисом смотрят на все это и говорят, да, ну, никогда в исламской стране не будет демократии, не будет никогда восприниматься западная культура. И вот мы видим уникальное, в общем-то, наверное, явление. Страну, в которой действительно и есть ислам, и есть культура Европы, на которую не бросается, и нормально воспринимает. Мало того, она желанная. Правильно, Горьбасон? Желанная. Да. Поэтому это вообще очень такой интересный пример для подражания, скажем так. Для этого надо ехать туда и познакомиться с этой культурой. Все, едем, едем. Значит, Вера, город Нью-Йорк. Мы сейчас спросим у Веры, она собирается в Азербайджан? Да, Вера, здравствуйте. Господин Мехтиев, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, кончали школу еще когда работал у вас директором Борис Гуревич. Кто? Борис Гуревич. Я так думаю. Это очень известный был директор школы, очень известной школы в Баку. Буквально первые классы, когда я учился, он еще был, да. Вопрос будет очень каверный. Не так все хорошо было в Баку. Не так? У меня не было армянской крови, но осадок, то, что произошло, у меня остался. Я нисколько не хочу вас винить или винить тех людей, которые там, я понимаю, что очень много после себя оставляет советская власть. Это была резня тех лет, когда пришли англичане. И сейчас, когда уходила она, она тоже после себя, как смертный такой импульс, оставляла кровь. Мой вопрос к вам. Как народ сегодня относится к этой проблеме? Неужели жажда наживы и крови, которую я видела в тот момент, я взял, говорит, в армянской семье холодильник, я взял унитаз, я взял машину, я убил. Неужели вот это состояние народа, оно еще осталось? Или есть люди, которые скажут, да, это плохо, и скажут это вслух. И когда возле дома правительства был лозунг, без русских, евреев, армян, проживет наш азербайджан, может быть, кто-то все-таки из азербайджанцев скажет им сейчас? Хорошо, Вера, очень-очень-очень интересный вопрос, большое спасибо, большое спасибо за участие. Господин посол, вот она, народная дипломатия, ответьте, пожалуйста. Прекрасно, очень хороший вопрос, я благодарю вас за ваш вопрос. Значит, к сожалению, кровавые события тех лет, они действительно остались очень таким глубоким рубцом на нашей памяти. Ну, вы знаете, я очень коротко отвечу на него, слишком хорошо все это было организовано для того, чтобы все это явилось стихийным каким-то процессом. Знаете, когда начались какие-то, так сказать, там события и прочее, непонятно откуда оказалось огромное количество журналистов на месте. Есть миллион вопросов, которые я могу перед вами поднять. Это ни в коем образом не отражает состояние народа. Это была провокация, которая нужна была в Горбачевской и Ельцинской группировке для того, чтобы подпортить имидж азербайджанского народа, для того, чтобы реализовать свои грязные цели. Вот кратко, вот так вот. Народ к этому не имеет никакого отношения. И если, так сказать, к этому делу были притянуты какие-то отдельные бандиты, преступные элементы, вы знаете, народ за них не отвечает. За них отвечают их организаторы этих событий. Ахшин, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, вот если вы, я не знаю, ну, народ вообще сегодня в Азербайджане, он открыт, предрасположен к тому, чтобы эту страницу перевернуть? Забыть, забыть, забыть кровавые все эти проблемы? Вы знаете, азербайджанцы люди не злопамятные, но и не беспамятные. То есть забыть обиду всегда тяжело. Мы не заслужили того отношения, которое продемонстрировал центр, я имею в виду Москву, в отношении азербайджанского народа. Я могу сейчас много об этом говорить, но просто передача не политическая, я не хотел уж... Да, да, но с другой стороны, то, что мы коснулись, это обязательно надо было коснуться. Это и есть народная дипломатия. Это ужаснейшая несправедливость в отношении азербайджанского народа, который никоим образом не заслуживает. Когда 20 января советские войска вступили в город, которые начали стрелять налево-направо без разбора, убивая женщин, чуть ли не 75-летних, у себя дома на кухне, вы меня извините, о каком здесь вообще, о чем может идти речь? Да, это действительно серьезный разговор, и мы, может быть, к нему еще вернемся. Сергей, апстейт Нью-Йорка. Здравствуйте, Сергей, вы с нами в студии. Здравствуйте, здравствуйте. Я приветствую господина Мехтиева Акшима Алима. Моя жена училась в шестой школе, я прекрасно эту школу знаю. Алиев кончил эту школу, наш президент бакинский. Я, как говорится, армянин по национальности, я не хочу затрагивать армянские вопросы, это сейчас никому не нужно. Я горжусь, что я бакинец, и каждый, по-моему, кто бакинец, этим гордится, вне зависимости от национальности. Так же, как аддеситы гордятся своим городом, своей нацией, как бы аддеситы. Да, Сергей, какой у вас вопрос, что вы хотели бы спросить? У меня вопрос такой. Вот господин Мехтиев все сказал, что вы внесли некоторые народы, внесли, значит, культуру Азербайджана и все прочее. А какие, вот я хотел бы знать, что внесли бакинские армяне? Вот этот вопрос меня интересует. Вы Боку знаете? Да, прекрасно. Вот Боку по сегодняшний день очень популярен в Баку. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, в Баку на сегодняшний день проживают тысячи армян. Чтобы вы знали. То есть о бакинских армянах говорить в прошедшем времени, это неправильно. Бакинские армяне сегодня тоже есть, и они являются неотъемлемой частью азербайджанского общества. И, кстати, когда мы говорим даже о карабахских армянах, мы сегодня говорим о них, как о гражданах Азербайджана. То есть мы их от себя не отделяем. Вот так. Это коротко, в двух словах. Хорошо. Спасибо, Сергей. Спасибо. И у нас был Тимур на линии. Анна. Здравствуйте, Анна. Вы с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть сразу вопрос к обоим вашим гостям. Ну, во-первых, приветствие им. Я очень с большим удовольствием на них смотрю. Я тоже бывшая бакинка. И вопрос у меня сначала к господину Мехтиеву. Вы только что пригласили в Баку, и это очень приятно. Но у меня вопрос. Вот российские власти сейчас работают над послаблением визового режима, а даже поговаривают об отмене виз. Так правительство Азербайджана дает какие-то особые льготы бывшим бакинцам на возможность въезда в Азербайджан. Это во-первых. Во-вторых, я хочу приветствовать господина Евдаева и обратить его внимание, что я звоню, например, из Балтимора, и в Балтиморе тоже большая, игорско-еврейская, и европейско-еврейская, причем единая, неразделяемая бакинская-азербайджанская община. Приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. Мы тоже хотим стать основной частью вашей вот этой организации. Прекрасно. Ну, и за то, конечно же, я приглашаю господина Акшина в Балтимор и Вашингтон, и с удовольствием буду рада показывать эти два города. Вашингтон очень приятные, не менее интересные, чем Нью-Йорк, вам обойт. Спасибо. Вот видите, как хорошо получается. Нас приглашают в Баку, а мы красиво приглашаем к себе. В Балтимор, Нью-Йорк, куда угодно. Да, это здорово. Так, итак, я готов ехать. Действительно, оказывается, с визами надо решить вопрос. Спасибо большое за приглашение. Мы как-нибудь с Нобио-то соберемся, вместе и поедем. С визами вопрос, к сожалению, на сегодняшний день у нас еще визовый режим не отменен. Ну, и, наверное, это естественно, потому что страна находится по-прежнему в состоянии войны, и говорить об односторонней отмене визового режима не приходится. Хотя визовый режим в целом рядом стран имеет льготный характер. Что касается бывших граждан Азербайджана, бывших бакинцев, для всех, конечно, есть облегченный порядок, но это в любом случае надо обращаться или в Вашингтон, или в наше генеральное консульство в Лос-Анджелесе. Потому что я, к сожалению, этим полномочиями не обладаю. Я посредством при ООН. Вот гражданам Кубу визу могу выдать, пожалуйста. Но сегодня надо войти на Кубу, да? На Гавану или Каракасу. Кстати, вот я хотел спросить, люди, которые уезжали из Азербайджана, евреи, да, горские евреи, они теряли гражданство? Или они остались гражданами Азербайджана? Это зависит в каждом отдельном случае от самого человека. То есть кто-то мог и сохранить это гражданство. То есть имел право сохранить? Да, безусловно. Имел право сохранить. Вот это как раз я хотел спросить. Ну давайте еще один звонок. Проснулся Сан-Франциско. Марк Сан-Франциско. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. У меня вопрос к господину послу. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, недавно я смотрел документальный фильм, причем снятый московскими журналистами. И там говорилось о том, что Алиевым удалось справиться с коррупцией, с мафией, с бандами, с рэкетом и так далее. Господин посол, скажите, пожалуйста, каким способом удалось вам это сделать? Может быть, российской стороной? Можно как-то это... Опыт перенять. Да, опыт перенять. Да, хорошо, Марк. Хороший вопрос из далекого Сан-Франциска. Да, пожалуйста, раскройте секрет. Нет, ну секрета никакого нет. Нет, речь идет о том, что в Азербайджане действительно проводится такая целенаправленная борьба с коррупцией. Ну, вы знаете, говорить о том, что все вопросы решены, конечно, это было бы слишком преждевременно и слишком оптимистично. Но побороть коррупцию, наверное, это... Но это что, жестокие законы какие-то, контроль какой-то? Вы знаете, видимо, это можно говорить только о сочетании всех этих мер. То есть одни какие-то, так сказать, меры экономического плана, иногда этого бывает недостаточно. А говорить о том, что только административными мерами это дело пресечь, это тоже неправильно. Поэтому на сегодняшний день у нас ведется многоплановая работа в этом смысле, так сказать. Единственное, что в последнее время стало больше гласности. То есть каждый случай, вот буквально каждый случай, достаточно высокий уровень, если этот человек занимал, он становится настроением гласности. Обязательно публикуется в газетах, обязательно идет соответствующее сообщение от прокуратуры, от МВД и так далее и тому подобное. Вот, ну, конечно, я оптимист, я считаю, что нам удастся это зло ровно настолько, насколько в других странах это удается побороть. Потому что, к сожалению, искоренить коррупцию на сегодняшний день еще никому не удалось. — Скажите, Ноберт, есть какие-то интересные проекты, которые вы намечаете, связанные с Ассоциацией Азербайджанского землячества вместе с послом, с посольством или вообще с Азербайджаном? — Конечно, есть. — Вы могли бы чуть-чуть приоткрыть немножко. — Ну, на очень далекое будущее, я не могу. — Ну, очень далекое, я не могу. — Да, мы запланировали. Но ближайшее мероприятие, которое мы должны провести, мы хотим провести 70-летие Муслима Магомаева, значит, памяти Муслима Магомаева, значит, вот такую творческую встречу, куда мы хотим пригласить из Баку, из Израиля, из Москвы, значит, людей, которые были связаны с его творчеством. — И когда вы это намечаете приблизительно? — Мы это намечаем на сентябрь, октябрь месяц, на эти месяцы. Это ближайшая наша задача. Ну, а затем мы будем, ну, дальше планировать. Это надо будет согласовывать и с комитетом по работе с диаспорой, с Азербайджаном, потому что они нам помогают. Ну, и, безусловно, вот с представительством при ООН, господином Мехтеевым, который принимает всегда очень активное участие, очень нам помогает. — Хорошо, я еще возьму один звонок, поскольку человек давно ждет. — Алекс, Филадельфия, но у вас всего 10 секунд, чтобы задать вопрос. — У меня такой вопрос к послу в основном. — Пожалуйста, говорите. — Вот, насколько мы теперь знаем, Азербайджан, даже более, своими связями с Россией, Азербайджан более европейская страна, чем Турция. И у меня такой вопрос к послу. Как Азербайджан собирается интегрироваться в Европейский Союз или ближе к ним? — Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, Алекс. Видите, Европа... — Время мало, буду очень лаконичен. У нас есть специальная программа добрососедского сотрудничества с Европейским Союзом, которая активно реализуется. Мы работаем с Европой над облегчением, взаимным облегчением визового режима. У нас есть специальная программа по сотрудничеству с НАТО. Вот так тезисно, значит, то, что делается конкретно в этом направлении. Евроатлантическая интеграция провозглашена стратегической линией внешнеполитического курса Азербайджана. Это из-за того, что время было. — Ну, почему? Я думаю, что вы главное наметили, главное — какие-то направления. Значит, все понятно. Ассоциация, как я доложил, Нобарт имеет огромные далекие планы, а ближайшие мы поняли. Посол Азербайджана нам тоже доложил, что будет делать Азербайджан в ближайшее время. В любом случае, то, что мы называем народной дипломатией, то, что сейчас происходит между людьми, может быть, это и есть основа будущего нашей земли. Вы согласны? — Да. — Я признателен вам, посол. — Большое признателен вам. — Спасибо. — У нас в гостях были Акшин Мехдиев, посол Азербайджана в Организации Объединенных Наций на Кубе, Венесуэле и Ямайке, а также Нобарт Евдаев, президент Ассоциации Азербайджанского землячества. Я признателен вам, уважаемые телезрители, за ваши вопросы, за ваши звонки и за ваше участие в передаче, который называется «Контакт по понедельникам», и который для вас вел Борис Тенсор. До новых встреч по понедельникам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok